здравствуйте и мы уже хорошо проводим время не так ли у меня необычное ощущение что завтрашнее собрание будет отличаться от того которое было вчера и сегодня не знаю почему поэтому сейчас я буду вести себя так как будто сегодня последний день конференции и я попытаюсь передать вам помазание и у нас завтра есть еще один полный день вы знаете об этом но не знаю почему я так себя чувствую просто у меня есть небольшое ощущение что мы с вами пойдем немного другим путем я хочу воспользоваться этим и если этого не произойдет то у нас просто будет два заключительных вечера подряд двойное помазание знаете ли но пока я готовился к собранию я молился несколько часов я услышал как господь говорил со мной о тех людях которые выйдут из огня я бы хотел поделиться этим словом и надеюсь она приземлится в сердцах некоторых людей но кому из вас нравится исайя 5417 ведь он висит у всех на холодильнике правда же ни одно оружие сделанное против тебя не будет успешно но я думаю что лишь немногие из вас прикрепили к нему исайя 5416 одно никак не идет без другого высая 5416 бог говорит вот я с большой буквы сотворил кузнеца который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела и я творю губителя для истребления и вот картина прежде чем мы перейдем к исае 5417 я то есть господь сотворил кузнеца и знаете вы это или нет но вы орудие в руках бога и чтобы сделать вас пригодными для войны он берет это железо или сталь и помещает их в огонь и бог сотворил кузнеца который очень и очень хорошо знает как раздувать угли в огне и вы плавитесь в огне пока не раскалитесь до красна а точнее добила и когда вам начинает казаться что вы больше не выдержите огня он вынимает вас и кладет на молот потом берет еще один молоточек и начинает стучать по вам повсюду сыпется искры не так ли потом он кладет вас в воду и вы испытываете небольшое облегчение но от вас идет пар во все стороны потом вас опять кладут в огонь накаляют до красна и снова кладут на молот опять бьют по вам еще больше отлетает искр потом он опять кладет вас в воду и это продолжается до тех пор пока он наконец не говорит теперь ни одно орудие сделанное против тебя не будет успешно и всякий язык состязающийся с тобой на суде ты обвинишь и то есть наследие рабов господа и знаете вы или нет но сейчас вы испытываете удары он выжигает он выбивает это из вас он должен очистить вас паром но в конце концов кто-то выйдет из огня кто-то очень скоро станет орудием и я на самом деле ощутил что господь проговорил ко мне в молитве и этого не было в моих записях я не собирался об этом говорить но я просто хотел поделиться этим потому что это возможно ободрит вас и даст вам некоторое понимание почему вы находитесь в огне и кажется что это никогда не закончится но я верю что очень и очень скоро это прекратится некоторые люди должны выйти из огня и начать производить оружие и ни одно орудие сделанное против тебя и это удивительно что бог так завладевал так мощно сходил на людей прошлого поколения я думаю мы можем жить под кровом всевышнего и покоится по тенью всемогущего не знаю но для меня это звучит довольно безопасно я не думаю что враг может делать все что захочет когда мы находимся в единстве с мессией я не говорю что у нас не будет трудности я всего лишь говорю вам что кто-то вот-вот выйдет из огня и господь я молюсь чтобы все кто в этом зале а также те кто смотрит нас по телевидению в интернете и так далее чтобы они все вышли из огня и приняли то что ты делаешь это было неприятно это было больно но необходимо однако сейчас господь я молюсь чтобы ты дал нам благодать дал нам благодать выйти из огня и взял нас свою руку как орудие против которого ничто не будет иметь успеха даруй нам это прошу тебя господь во имя господа иисуса христа аминь и аминь и сегодня я думал начать с одной из истории боб джонса это было бы здорово не так ли и мы очень любим боба сейчас его здоровье немного пошатнулась но я надеялся увидеть его сегодня хотите верьте хотите нет но мы с вандой совершили 68 поездок служения вместе с бобом с 94 года по 99 я очень хорошо его знаю я знаю его хорошо происходили удивительные вещи когда мы куда-то приезжали вместе с ним о некоторых вещах мы не будем говорить которые были больше для нашего назидания но однажды мы проводили конференцию в албане штат орегон около 10 лет тому назад и в каждой каждой поездке происходило что-то особенное эту хронику я веду своих дневниках и возможно когда-нибудь мы напишем об этом книгу это были потрясающие вещи но у боба по крайней мере раньше я не знаю до сих пор ли у него так происходит но когда мы с ним ездили на конференции ни у кого из нас не было заранее готового плана ни у кого не было заранее готового слова или какого-то установленного порядка проповедей это правда моя жена здесь она подтвердит что на первых собраниях куда мы приезжали с бобом у меня всегда была собой библия и записная книжка еще одна или две книги с собой я никогда не пользовался ими я помню как то мы были в одной большой церкви в техасе и мы с ним должны были проповедовать и обычно это значило то что боб будет пророчествовать а я буду переводить боба и шло поклонение а я все спрашивал боб что мы будем делать он говорил пока не знаю я спрашивал у него три или четыре раза и вот мы выходим на сцену нам дают микрофон я говорю ты знаешь что мы будем делать он сказал пока нет так и было и там было где-то 1600 человек и я такой сейчас было бы неплохо было бы неплохо если бы у тебя было кое-что от господа и вот что мы делали и это абсолютная правда нашей задачей было получить откровение за одну ночь потому что каждый день во время конференции мы все встречались за завтраком и боб традиционно говорил нам ну что у вас есть и не дай бог чтобы вы пришли к столу и у вас не было откровения то есть если вы говорили я ничего не получил он говорил ну вот я что должен все за вас делать я что должен получать все откровения я должен бороться со всеми бесами так он и говорил и каждую ночь я говорил о бог о бог боже боже мой о боже пожалуйста дай мне сон пожалуйста дай мне откровение потому что я ничего не придумаю пусть лучше это будет от тебя и всегда неизменно мы были просто потрясены тем что происходило это могут подтвердить те кто тоже там был и это была обстановка или сценарием того чем я собираюсь вам рассказать итак мы в албане штат орегон и должна проходить большая конференция это первое утро конференции туда приехал бобби коннор и многие другие которых вы наверное тоже знаете и я принимал душ готовясь пойти на завтрак который проходил перед самым первым собранием и по непонятной мне причине бог любит разговаривать со мной в душе я не знаю почему но это так я понимаю листера собрала который заходил бассейн чтобы помолиться потому что бог разговаривал с ним в бассейне и однажды он сказал я сам об этом читал он сказал что без и не любят воду может это и неправда я не знаю но реальность такова что я получаю откровение в душе и удивительно то что помазание прекращается когда заканчивается горячая вода она тут же уходит но в то утро я мылся в душе и это правда я услышал раздающийся эхом голос глаза и уши именно так это был глубокий низкий голос и тут же в меня посыпались места писания одно за другим конечно же я сразу выбежал оттуда и у меня был большой блокнот в то время я писал от руки потому что это было еще задолго до айподов я написал большими буквами глаза и уши я стал записывать места писания я зачитаю их вам через минуту из-за того что у меня ушло на это некоторое время я опоздал на завтрак примерно на пять минут для нас забронировали большой зал в отеле для завтрака я никогда не забуду этого как мы с вандой заходим туда и как только я захожу в этот зал делаю всего один шаг я еще не успеваю ничего сказать как боб джонс говорит что означает имя сандар кто-нибудь знает что значит сандар никто никто не знает что оно значит и я тоже не знал зачем же у меня спросил и он спросил что означает сандар я такой боб я не знаю он сказал сегодня утром я видел видение еще он не успел договорить как вдруг я неожиданно сказал нет у тебя было посещение я даже не понял почему я так сказал он на секунду остановился подумал и ответил знаешь так и есть потому что меня обнял ангел перед тем как уходить и он рассказал нам о том как ему явился ангел и разбудил его тем утром и он начал говорить ему о служении последнего времени одной из вещей которые он сказал было следующее конечности и органы начнут вырастать у людей когда божий народ научится жить в гармонии согласии друг другом и это будет частью заповеданного благословения которое произойдет от этого я никогда не забуду этого потом он сказал и это на самом деле потрясло меня и вас бы это наверное тоже потрясло если бы вы были на моем месте но это очень сильно благословила меня он сказал что когда ангел собирался уходить он произнес передай пол кейту чтобы он посмотрел что значит имя сандар я сказал ты хочешь сказать что он назвал мое имя и мы все знаем что на небе знают как вас зовут но это очень вдохновляет когда ангел говорит кому-то твое имя и это было на самом деле я был просто потрясен я был потрясен что ангел сказал передай кейту чтобы он посмотрел значение имени сандар конечно же я не знал и мне пришлось вернуться к себе в номер чтобы зайти в интернет и посмотреть и действительно вышло имя сандар с а н д а р что означает красивый для глаз и для ушей и я был еще больше ошеломлен я пошел на собрании открыл свои записи и жена мне свидетель что я открыл блокнот а там на самом верху большими буквами было написано глаза и уши и ниже перечислены места описания еще у меня есть книга под названием погружаясь в мир небесных откровений которая была написана на основе этого переживания я бы хотел быстро прочесть эти места описания сразу же скажу вам что моя цель это высвободить для вас все что позволит нам бог чтобы помазание на ваши глаза и на уши умножилось чтобы вам видеть по откровению и слышать по духу и иметь сердце которое в согласии с богом и я верю что таким образом мы получим его взгляд и сможем узнать время своего посещения с открытыми глазами и слышащими ушами мы будем знать мысли божьи и его пути и одно я знаю точно и это что была большая демоническая атака на глаза и на уши божьих людей и печаль и горечь это те вещи о которых я знаю что они пытаются задушить в божьих людях способность видеть и слышать депрессия разочарование тревога неоправданные надежды все это были орудия битвы против нас и этого поколения но бог постоянно освобождает наши глаза и уши чтобы мы видели и слышали он постоянно высвобождает помазание которое помогает нам сражаться самое первое место писания которое я получил тем утром было из старозакония 29 главы начиная со второго стиха сказано вы видели и это говорит моисей и моисей был выдающимся лидером согласны он был одним из величайших лидеров мире и несмотря на его потрясающую способность вести людей на его знамения и чудеса послушайте что он говорит людям которым он пророчествует второзаконие 29 2 вы видели все что сделал господь перед глазами вашими в земле египетской с фараоном и всеми рабами его и всей землей его те великие казни которые видели глаза твои эти великие знамени и чудеса но до сего дня не дал вам господь сердца чтобы разуметь очей чтобы видеть и ушей чтобы слышать и кто-то может сказать если я увижу большое знамение или чудо я точно поверю нет не поверите только если у вас будут видящие глаза и слышащие уши моисея было наверное одно из самых фантастических служений знамений и чудес в записанной истории он разделил черное море многим ли такое удавалось конечно же для него это делал бог но вы понимаете о чем я говорю бог пришел на гору сина и виде огромного огненного столпа поразительная картина имевшая место прямо у них на глазах когда они стояли рядом со своими палатками он сказал осветитесь сегодня и завтра на третий день я явлюсь вам возможно они сказали мы ведь видели бога мы видели огниный стол мы видели как он раздвинул море видели его в огненном столпе мы уже видели бога возможно так они и думали и вдруг бог на третий день ну вот здесь гора сион вот здесь люди а вот здесь гора сиир которая является едом а между ними находится пустыня фаран и когда мы читаем писание мы видим что бог не просто сошел на гору си най это было бы слишком легко вместо этого он сначала сошел на гору сиир за несколько миль оттуда солнце взошло на востоке вот здесь а здесь бог сошел в огненном столпе подобно солнцу как сказано в писании и вдруг бог начал с грохотом передвигаться по пустыне и библия говорит нам что вокруг летали мириады ангелов молнии и громы раздавались повсюду извергались огненные угли с неба сходил град земля тряслась из горы исходил трубный глаз настолько потрясающий что даже моисей был напуган когда всемогущий бог так громыхал на всю пустыню и так потрясал землю а потом сошел на гору си най когда я увидел это в своем коротком видении он сказал наверное ты ожидаешь именно такого зачем бог это сделал совсем недавно у меня было переживание по этому поводу зачем бог это сделал я молился всю ночь напролет и это было не специально бог буквально держал меня всю ночь и я молился и на рассвете в нашей спальне появился маленький луч света который вот так завертелся и огоньки света начали скакать вверх и вниз и я получил такое слово почему бог решил явить себя так фантастически потому что он хотел впечатлить свой народ он хотел произвести на них впечатление он хотел чтобы они знали насколько он огромен страшен и силен почему потому что они собирались уходить с горы и идти в пустыню кады сварни и они должны были послать соглядата и в ту землю и бог так хотел чтобы они были впечатлены им чтобы им даже не пришлось беспокоиться о великанах которые живут в той земле и вот какое послание для нас на сегодня очень скоро бог впечатлит нас и мы должны победить кое-каких исполинов исполинов великанов зависимости пристрастий и разных разных вещей которые держит божий народ в рабстве и мы не сможем справиться со многими из этих вещей но мы будем действительно впечатлены богом и я не знаю как это все произойдет но я уже впечатлен и у меня есть ощущение что он может впечатлить меня еще больше как вам кажется он впечатлил иоанна явившись ему на острове патмос тому кто лежал у него на груди когда он упал на землю как мертвый я думаю он был впечатлен мне кажется и моисей был сильно впечатлен когда бог прошел мимо него а он упал на землю лицом вниз и был очень рад что остался в живых я хочу сказать что каким бы это ни было сногсшибательным библия не называет эти вещи пророческими у людей не было глаз чтобы видеть и ушей чтобы слышать и сердце чтобы разуметь то поколение упустило посещение и вы знаете что было дальше даже моисей будучи величайшим лидером не смог донести послание до людей потому что у них не было этого помазания и даже он разочаровался и дисквалифицировал сам себя перелистните на 6 главу исаи перед нами исаи великий муж божий и он был восхищен то есть он на самом деле был в тронном зале и я знаю что иногда люди попадают в тронный зал и надеюсь что это на самом деле так но у меня такое чувство что исаи там был на самом деле и что он был там не только своим разумом но сам каким-то образом он был взят из своего тела и оказался прямо у престола божьего вы наверное согласитесь что он был тоже впечатлен погиб я я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами и в девятом стихе а точнее в восьмом сказано кого мне послать и я сказал вот я пошли меня здесь он посылает его этого великого пророка и он уже был пророком до 6 главы он уже пророчествовал до этого и это пророческое переживание было одним из многих его переживаний и сказал он пойди и скажи этому народу слухом услышите и не уразумеете и очами смотреть будете и не увидите ибо грубелы сердце народа сего и ушами с трудом слышат и очи свои сомкнули да не узрят очами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их я уверен что исайя сказал слава подожди как ты сказал да я пошлю тебя к этому народу и я заберу у них способность понимать твое послание и они перепилили его он был тем о ком сказано в послании к евреям что они были перепиливаем и и царь монассия перепилил его как говорится в древних преданиях и неважно насколько он был помазан как пророк люди не имели глаз чтобы видеть и ушей чтобы слышать поэтому его разрезали пополам и отвергли его послание и еще одно место писания на котором я не буду останавливаться но в то утро это было езекииля 44 и сказал мне господь сын человеческий прилагай сердце твое ко всему и смотри глазами твоими и слушай ушами твоими все что я говорю тебе всех постановлениях дома господа и всех законах его и прилагай сердце твое ко входу в храм и это было невероятное слово предписания о видящих глазах и слышащих ушах и моисей этот великий муж божий у которого было наверное самое фантастическое служение чудес во всей истории человечества все же не сумел убедить людей из а этот великий пророк который был восхищен в небеса не был способен повлиять на людей потому что на их жизни не было пророческого помазания иисус христос миссия сама любовь пришедшая во плоти ходил по воде умножал хлеб и рыбу вы скажете ну конечно же они должны были поверить ему посмотрим что он сам говорит об этом иоанна 12 глава столько чудес сотворил он пред ними и они не веровали в него и вот почему они не могли веровать давайте я прочту стих 38 да сбудется слова исаи пророка господи кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца господня потому не могли они веровать что как еще сказал исаи народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их послушайте дальше сие сказал исаи когда видел славу его и это было за 600 лет до рождения спасителя бог живет вечности и мы знаем об этом но это уже другое послание иисус христос миссия пророчествовал тому поколению людей у которых не было видящих глаз и слышащих ушей и у самого господа было только 120 учеников которым он явил свою славу когда я получил это откровение одним из выводов которым я пришел было то что если я буду служить я должен очень усердно молиться о том чтобы у людей которым я проповедую были видящие глаза и слышащие уши моисей не вошел в землю они перепелили исаи и распяли иисуса они пророчествовали людям не имевшим способности увидеть и услышать послание немного задержусь на следующем кто у нас отвечает за слайды не могли бы вы уже включить их я не ожидал всего того чем собирался поделиться с вами я чувствую что некоторые из моих слайдов преждевременный но я не уверен что этот а вы его нашли я сделал его всего несколько часов назад я поговорю о поручении павла о савле торсянине или об апостоле павле недавно у меня было переживание в котором господь сказал мне что вскоре в этом поколении появятся люди с поручением как у апостола павла и конечно же вы знаете историю о том как господь сбил его с ног и что он ослеп а также то что одним из героев этой истории было на нее деяние 9 главе павел видит в видении господа и он говорит кто ты господи он сказал я иисус которого ты гонишь уверен что павел подумал опачки не ожидал но можно услышать как он шокирован кто ты господи у него хватило здравомыслия назвать его господом через несколько стихов она не тоже является господь и вот его ответ вот я господи немного не похож на предыдущие возможно дает некоторую идею о том что у него были подобные посещения ранее я провела банане и настолько обширное изучение насколько мог я думал что конечно же он был одним из апостолов а возможный пророком и нигде ни в одной из летописей не говорится ничего кроме того что он был мужем божьим и что он просто служил господу всеми тем чем мог на самом деле я нашел одно место где сказано что наконец-то после многих лет уговоров он согласился занять позицию епископа церкви или что-то в этом роде и вот перед нами она не этот великий муж божий ему является господь и он говорит я господи что повелишь мне делать и господь сказал что-то наподобие этого я хочу благословить тебя о спасибо господь что ты хочешь чтобы я сделал я хочу чтобы ты пошел на улицу под названием прямая там есть человек за которого тебе нужно помолиться его зовут савл торсянин должно быть она не сказал ну спасибо господи я то думал ты хочешь благословить меня я уверен что он был хорошим харизматом и он сказал дай мне для него слова господь сказал конечно идеи скажи ему сколько он должен пострадать за имя мое порой я переживаю то же самое но он все равно идет наверное он думает пусть это будет мой самый последний день но я все равно пойду и он идет и находит торсянина по имени савла и начиная с 14 стиха 22 главы книги деяний повествуется эта история она не молится за него с глаз падает чешуя и вот звучит поручение он же сказал мне бог отцов наших предыбрал тебя чтобы ты познал волю его это первое увидел праведника это второе и услышал глаз из уст его потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том что ты видел и слышал разве это не было бы чем-то новым если бы мы познали волю божью если бы мы увидели праведника и услышали бы глаз из уст его и стали бы свидетелями того что мы видели и слышали и слова свидетель и мученик в новом завете это судейский термин это когда вы произносите клятву вы стоите перед судьей в зале суда и говорите клянусь говорить правду только правду ничего кроме правда да поможет мне бог и когда вы становитесь свидетелем под клятвой о чем вы можете свидетельствовать только лишь о том что вы видели и слышали у нас с вами будет власть от бога в этом поколении которая распространится до пределов того что мы видели и слышали сила вашего свидетельства будет пропорционально тому что вы видели и слышали другими словами я пытаюсь сказать вам что помазание которое бог хочет вам дать сделает писание а также духовные вещи живой реальностью это похоже на историю из иоанна 9 главы где господь решил исцелить того человека и у них возник спор о том почему он был слеп от рождения и господь сказал потому что в этом явится моя слава он плюет на землю помазывает ему глаза тот умывается и прозревает потом он возвращается и вокруг этого происходит большой шум фарисеи все остальные приводят его в храм и начинают спрашивать и обвинять его в разных вещах и они говорят этот человек не может быть от бога потому что не хранит субботы и называют его лжепророком лжеучителем и так далее и этот парень наконец-то говорит я не знаю кто лжепророк или лжучитель одно я знаю что я был слеп а теперь я вижу это было его свидетельством это было тем что он видел и слышал я видел что я был слеп я не знаю кем был этот человек но он помазал мои глаза и теперь я вижу и теперь я могу свидетельствовать об этом то же самое делали и апостолы они были свидетелями его воскресения они видели глазами и слышали своими ушами воскресшего мессию а устами двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово и я верю не всяких сомнений что бог желает чтобы мы с вами жили этим в реальности и чтобы это было не просто теория не просто размышления и заучивание писания наизусть но чтобы господь помазывал свое слово и она становилась живым вот здесь каждое откровение которое я получал сначала приходила вот сюда я выяснял это позже большинстве случаев вы его сначала не понимаете вы должны выходить его распаковать спахать вас делать размышлять над ним выносить его и только потом вы получаете откровение о том что же это такое или же вы звоните бабу джонсу познать тайну его воли в ефесянам первой главе с 9 по 11 стихи сказано открыв нам тайну своей воли по своему благоволению который он прежде положил в нем в устроении полноты времен дабы все небесное и земное соединить под главой христом еще одно из самых популярных мест не видел того глаз не слышала уха и не приходило то на сердце человеку что приготовил бог любящим его а нам бог открыл это духом своим надеюсь вы начинаете понимать насколько важно иметь глаза видящие и уши слышащие думаю одно из самых больших заблуждений принесенных церкви было в том что только лидеры или только пророки могут жить в этой сфере откровений я всем своим сердцем верю что каждый рожденный свыше верующий может видеть и не только это но также библия говорит что бог дает вам совет кто из вас знает что если бы иисус христос стоял прямо здесь и сказал я советую тебе вот это вы бы сделали это еще до утра не так ли я бы сделал и он говорит об этом он говорит я советую тебе я рекомендую тебе сказано в тех переводах купить у меня золото огнем очищенное и белую одежду чтобы одеться и глазной мазью помажь глаза твои чтобы видеть каждый верующий должен видеть я верю в это я в это верю что мы должны видеть пророчески иметь видящие глаза и слышащие ухо и разумеющие сердце и знаете что он тогда сделает он говорит тогда есть цель у тебя я уберу пропасть между богом и людьми которую разрушил господь иисус кто из вас знает что есть два вида правды есть юридическая правда юридическая правда состоит в том что его ранами мы исцелились практическая же правда состоит в том когда мы исцеляемся от рака это пережитое исцеление законная правда или юридическая правда в том что мы исцелены но иногда необходимо что-то еще чтобы мы смогли пережить и практическую часть если бы это было не так у нас бы не было столько больных людей когда мы полностью совершенно верим в абсолютную реальность того что бог исцелил нас поэтому мы должны выяснить почему же мы все-таки болеем мы должны хорошо разобраться в юридической правде и сделать ее практической в нашей жизни аминь согласны со мной то что не видел глаз и не слышала ухо увидеть праведника и вот мое любимое место во всей библии многие цитируют исае 60 главу с 1 по 3 стихи восстань светись ибо пришел свет твой и слава господня взошла на тобою ибо вот тьма покроет землю тьма покроет землю и мрак народы и так далее верно но каким же образом мы встанем и будем светиться большинство останавливается на третьем стихе но очень немногие доходят до 5 где сказано тогда увидишь и возрадуешься и затрепещет и расширится сердце твою никто не будет отрицать что исае 60 говорит о последнем времени она дает точную характеристику поколения последних дней пророчество о тьме которая покроет землю и о мраке покрывающим народы посреди всего этого будут те кто воссияет каким же таким образом на них придет слава божья они что-то увидят и слово увидеть здесь означает видеть путем пророческого видения видеть путем пророческого видения это что вы увидите зажжет во свет она зажжет вас она озарит вас и не только это но когда вы увидите то что заставит вас воссиять ваше сердце от этого затрепещет и расширится у меня есть послание о котором мы писали в книгах судьбы и она частично говорит о том ну не частично но по большей части там описано мое переживание когда я был восхищен и видел то что называется сокровищницы небес и в своем переживании я видел полки с книгами с левой стороны от себя те что будут написаны на земле и те что еще не были написаны прямо перед собой я видел картины на стенах я видел что на стене висели стихи я видел эскизы зданий которые еще не были построены на земле когда я впервые получил это откровение меня пригласили на тебе не и марк-шел он попросил меня рассказать одно из моих откровений единственное чем я мог подумать было то переживание как будто бог стёр в моем разуме все остальное единственный чем мог подумать было то переживание я поделился им там на канале тебе н и подумал что на этом все и закончилось но я получил два письма от двух разных человек когда я упомянул об эскизах они сказали что у них было как раз такое же переживание они попали в дух и увидели дизайны этих зданий а потом они начали чертить схемы как построить такие здания которые смогут выдержать ветра на небывалом уровне а также землетрясения и я почувствовал что это было подтверждением и когда я проповедовал это в первый раз кто-то сказал мне что есть маленькая девочка и что она живет как раз в конце дороги а я был в городе спакан в вашингтоне или в штате айдаху когда проповедовал об этом и мне сказали есть маленькая девочка которая уже практикует то что вы пророчествуете ее зовут океана я был одним из первых кто стал рассказывать о ней о ее небесных посещениях о том как она видела образы и рисовала картины поэтому я знаю что это происходит и в конце этого откровения господь дал мне хотите верьте хотите нет но все это было форме видения а потом ну вы знаете что иногда вы чувствуете себя перенасыщенным и я подумал мой мозг не может столько выдержать я знаю что это наверное прозвучит по-плоцки я не хочу чтобы это так звучало но я подумал я знал что было около полудня а я не спал 6 утра я решил посмотреть спортивный канал и spn просто отдохнуть умом я очень утомился знаете ли и около полудня там показывали шоу которое я люблю она называлась век спорта там говорят о каких-нибудь великих спортсменах говорят о трудностях которые те переживали в жизни как они преодолели их и стали великими чемпионами спорта и так далее я включил его и первое что я услышал было наблюдать его забег было сверхъестественным событием я подумал я что не тот канал включил может это тебе и это была передача лошади по имени секретариат я уже тогда получил откровение о людях которые были на небесах я сокровищах премудрости и ведения закрытых во христе и вы должны быть пророком чтобы видеть на вашей жизни должно быть помазание откровения чтобы видеть сокровища премудрости и ведения и когда вы их увидите вы напишите книгу или поэму или песню или вы скажете проповедь или сделайте что угодно чтобы передать то что вы увидели в последнем поколении всего этого будет в избытке и когда они говорили о секретариате они сказали что он совершил величайший в своей жизни забег я люблю рассказывать об этом и наверное вы уже об этом слышали это было задолго до выхода того фильма я чувствовал что они сняли этот фильм специально для меня но секретариат выигравший просто сногсшибательной скачки бельмонт стейкса выиграл также кентуки дерби и прикнес и к тому же бельмонт стейкс а другую лошадь звали шам что означает притворщик или самозванец и такого нарочно не придумаешь бог предопределил это еще от создания мира сам был первым кто выиграл кентуки дерби на самой большой скорости в истории лошадиных скачек но секретариат превзошел его и к тому же шаму не повезло что они участвовали в одном забеге и вот как все происходило секретариат вышел и говорят что в день скачек он тяжело ковылял по земле он фыркал и пульсировал мышцами он стоял на задних ногах и бил копытом в небо как узнал что это был день скачек его владелец сказал что он проснулся в то утро и просто решил что это будет его день скачек господь сказал такими будут мои чемпионы однажды вы проснетесь и скажете я родился для этого момента я родился для этого дня вот для чего я вышел из утробы матери а все остальное было для того чтобы помочь мне дойти до этого момента но я не буду слишком долго затягивать но скачки начались и он пробегает первую четверть мили быстрее любой лошади когда-либо бежавший шам бежит рядом с ним вторую четверть мили они пробегают быстрее 1 а третью пробегают быстрее первых двух они сказали что ни одна лошадь такого размера не может пробежать так далеко и настолько быстро полторы мили на полной скорости они ожидали что он в любой момент упадет он забегает за последний поворот люди свистят и показывают жестами наезднику и кричат назад от тени вожжи от тени поводья пусть лучше он без усилий победит в следующий раз позже у него брали интервью и сказал я ничего не делал он сказал все что я делал это держался стараясь не упасть они запечатлели это фильме но несколько иначе то как секретариат победил бельман стейкс в 31 корпус и я после того небесного переживания всего того что я видел я просто стоял на своем стуле и кричал это правда я рад что моей жены не было дома я бы не хотел чтобы она увидела как я плачу из-за этой лошади но я был просто потрясен я был потрясен джек нихолсон сказал что это было величайшей победы которую он когда-либо видел и далее в шоу они сказали так позже когда секретариат умер у него обнаружили один секрет когда ему сделали вскрытие после смерти у него вытащили сердце и она весила около девяти килограмм она была в два раза больше чем сердце обычной лошади представьте себе такое когда они это сказали я сказал господь почему ты это сделал и господь тут же ответил потому что я захотел это сделать просто чтобы показать вам что я знаю как сделать чемпиона когда я готов чтобы вы увидели и воссияли и от того что вы увидите ваше сердце затрепещет и расширится чтобы мы могли победить величайших гонках расширенные возможности для бога однажды мне явился ангел который стал позади меня и напугал меня до смерти и я собирался проповедовать на тему о расширенном сердце и он сказал ты забыл самое главное я думал что я нашел все библейские примеры которые только мог а он сказал а елисей и мы всегда говорим что елисей просил двойного помазания или правильно нет он просил двойного помазания духа он сказал так духа бога который на тебе я хочу в двойне я хочу больше способностей я хочу больше бога чем было у тебя а потом пришло помазание пришли чудеса и я верю что у нас будет помазание двойной порции двойное и я не знаю как это сказать но наша способность нести бога этому поколению каким-то образом возрастет из-за того что вы увидите посредством дара откровения и очень быстро хочу сказать что я не знаю на что это будет похоже ваш опыт может очень отличаться от моего это что вы видите и как вы это видите и как бог говорит с вами я не хочу чтобы у нас с вами было какое-то шаблонное мышление о том как будет двигаться бог я уверен что он все будет делать не так как раньше для него это обычное дело но одно могу сказать точно и это то что вам нужен дух откровения вам нужно помазание на ваши глаза чтобы видите на уши чтобы слышать и на сердце чтобы понимать вам нужно иметь способность увидеть то что коснется вас и коснется вас так что вы воссияете вы будете похожи на тех троих учеников на горе преображения вы увидите праведника и услышите глаз из уз его павел сказал в галатам 1 12 что евангелие который он проповедовал он принял и научился не человека но через откровение иисуса христа деяние 26 16 но встань и стань на ноги твои ибо я для того явился тебе чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того что ты видел и что я открою тебе 1 петра 1 12 им открыто было что не им самим а нам служило то что ныне проповедано вам благовествовавшими духом святым посланным с небес во что желают проникнуть ангелы можете себе такое представить глаза чтобы видеть и уши чтобы слышать и тогда вы станете свидетелями того что вы видели и слышали вы будете истинным свидетелем откровение 1 1 по 3 стихи откровение иисуса христа которое дал ему бог чтобы показать рабам своим чему надлежит быть вскоре и он показал послав она и через ангела своего рабу своему иоанну который свидетельствовал слово божие и свидетельство иисуса христа и что он видел это продолжается и продолжается 1 иоанна 1 3 по 4 если вы записываете иоанна 3 32 34 малахия 2 глава с 5 по 8 стихи я просто хочу сэкономить время я уже говорил сегодня о том что я верю что мы уже на пороге того времени когда господь посетить наше поколение и он говорит что больше он не будет откладывать я действительно в это верю также я хочу вам сказать что если взять место писания которое определяет то где мы сейчас находимся я верю что это будет откровение 10 глава с 8 по 11 стихи здесь и он описывает невесту последнего поколения сказано подойди к сильному ангелу держащему раскрытую книгу возьми книгу из его руки и съешь ее как мы съедаем откровение мы не заучиваем его наизусть вы съедаете его при помощи духа откровения возьми книгу и съешь ее она будет сладка в устах твоих и горько в очреве твоем и он сказал и взял я книгу и съела ее и была она сладка в устах моих как мед когда же съела ее то горько стала в очреве моем и дальше тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих и так когда вы что-то съедаете то тем вы становитесь вы то что вы едите поэтому когда вы едите откровение иисуса христа вы становитесь откровением иисуса христа я знаю уже немного поздно но я хочу рассказать одну историю произошло нечто потрясающее рик был за обеденным столом когда это случилось по моему это произошло тогда где-то 2005 году я не очень хорошо запоминаю даты но по моему это произошло тогда ну может быть 2004 году и мы находились у себя дома на побережье и к нам приехал рик с джулией мы собирались пообедать вместе в этот день ванда готовила обед дома и были мы с реком и джоном килл патриком который был пастором церкви в браунсвилле помните пробуждение в браунсвилле и я решил воспользоваться случаем я уже был знаком с джоном но я решил раз уж мы все равно сидим за столом я спрошу его я сказал я хочу знать что происходило за кулисами и чему я могу научиться у этого человека в том как вести себя во время пробуждения и я сказал ему знаешь я верю я верю что браунсвилле мог быть чем-то большим чем просто пробуждение покаяния он сказал так и есть но он не знал что я задавал вопрос господу в тайне и таким образом я получаю ответы я задаю господу вопрос иногда записываю его я ожидаю когда господь ответит мне на него это может быть через людей по откровению или еще как-нибудь и вот каким был мой вопрос господь что это значило когда и он сказал я съел книгу и в моих устах она была сладкой но сказано теперь ты должен пророчествовать значит ли это что когда ты что-то съедаешь ты не сможешь держать это внутри она выйдет из тебя это был мой вопрос который я задал в тайне никто не знал об этом я не ожидал ответа так как он пришел но мы сидели и я сказал ведь оно могло быть больше чем просто покаяние он сказал точно он сказал я помню вечер когда пришло помазание исцеления я подумал ну вот наконец-то я что-то узнаю он сказал я сидел вот здесь на этой стороне сцены линдол кули вел поклонение и знаете джон это не боб джонс он не один из тех кто каждый день ходит на небо и он сказал я посмотрел наверх и прямо возле кафедры было два больших голубых световых шара он сказал по кейт я видел это собственными глазами я вскочил взял микрофон и вдруг сам того не ожидая я указал пальцем на балкон и сказал кто-то здесь страдает от и называет болезнь потом показывает пальцем туда вы страдаете от того то и называет болезнь потом показывает туда это сошло на него он даже не знал что означают эти слова он сказал я даже не знал что это были за слова я просто указывал куда-то пальцем и называл болезни и даже не знал что это означает полкейт я буквально отрыгивал откровение именно это он и сказал за моим обеденным столом потом он сказал следующее не знаю говорил ли об этом джон на публике но я уже это сделал так что ничего страшного он сказал я указал пальцем в эту сторону и сказал кто-то здесь болеет вот этим и называет очень странное слово и он не знал что он узнать он сказал и когда я это произнес голубой луч света длиной в 15 сантиметров вышел прямо у меня изо рта он обогнул одного человека 2 и попал одной женщине прямо в грудь это видел только он и когда это произошло она закричала он побежал вниз и спросил что с вами случилось она сказала у меня вот эта болезнь которую вы только что назвали дегенеративная болезнь костей я очень сильно страдала от этого ездила по разным врачам и клиникам и никто не мог помочь мне этим утром я молилась господь если ты меня сегодня не исцелишь я не хочу больше жить и мне тут же пришло слово послал господь слово свое и исцелил их я думаю что джон просто видел то что часто происходит то есть когда ты произносишь помазанное слово и когда она выходит из атмосферы ведь слова которые говорил иисус были дух и жизнь и слово исходящие из помазанной атмосферы является носителем помазания и это слово входит прямо внутрь человека и как платок может нести помазание также и слова может нести помазание я скажу вам без тени сомнения что одно из преобладающих вещей в этом последнем поколении будет сила произносимого слова сила произносимого слова иисус удивлялся вере сотника да не нужно никуда идти просто скажи слово я сам человек власти я понимаю иерархию я знаю что и ты человек огромной власти просто скажи слово и это произойдет и таким будет последнее поколение прекрасно не правда ли я хочу кое-что рассказать вам приблизительно год назад у меня было одно переживание точно не помню что это было но я видел собрание это было больше года назад но неважно я видел собрание я увидел будущее собрание на котором я как будто присутствую я наблюдал его с балкона и я видел обычно я не говорил этого но я видел сам себя как будто я проповедую там здесь дело было ни в ком-то не в каком-то человеке но я видел и духовную сферу и физическую и вдруг прямо во время проповеди огненный столб проходит прямо через крышу я верю он представляет собой христа до его воплощение духа святого и живое слово и этот дух пришел прямо в зал и вдруг я неожиданно произнес рак покинь этот зал когда пришла эта атмосфера зал пришло царство я вам говорю это будет происходить я заявляю во имя господа что мы будем на таких собраниях когда само небо будет приходить к нам зал и вы будете заявлять то что вам скажет господь вы не будете делать это от себя вы будете делать то что скажет вам господь например прикажи рак уйти в этом зале рак не сможет находиться это намного лучше чем вставать в очередь на молитву когда мы можем помолиться в лучшем случае за 10 процентов людей в зале а вдруг зале будет 10 тысяч человек или сколько бы их там ни было и вдруг приходит небесная атмосфера и вы говорите болезнь сердца убирайся вон слепота уходи и они не смогут там находиться потому что все будет занято божьим царством именно это нас ожидает это произойдет сила произносимого слова но мы не придем туда без открытых глаз и слышащих ушей этого просто не произойдет я имею ввиду это очень необходимо и неважно сколько знамений мы увидим неважно сколько мы увидим чудес если у нас не будет видящих глаз писание говорит что мы не уверуем духовные глаза чтобы видеть и уши чтобы слышать и вот на чем я закончу в эти последние несколько минут одно из первых переживаний которые у меня были было связано с грядущим апостольским движением я верю что нас ожидает апостольская реформация вы в это верите и в этом переживании я видел пророка настоящего пророка я точно знал что это пророк он появился передо мной сказал приходят апостолы приходят апостолы а затем с небес раздался громкий голос и сказал апостольская уже приходит а потом человек сказал приходят апостолы и самуил будет прообразом этого апостольского лидерства потому что господь не оставил ни одной из его слов не исполнившимся а также он не просил хлеба у народа никогда не забуду эту фразу я верю что мы движемся туда мы приближаемся к тому когда нам будут даны апостольские поручения такие как были у апостола павла когда у нас будут люди община апостолов это будут апостолы евангелисты апостолы учителя апостолы пастора и мы будем жить под властью и покровом апостольского правления как бог повелел тому быть и что произойдет так это то что люди начнут пророчествовать и не потому что они будут такими великими но потому что их голова будет лежать на груди у иисуса и ни одно из их пророчеств не останется неисполненным господь сказал мне это и я в это верю первом царств 319 сказано и возрос самуил и господь был с ним и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся но другое слово которое я слышал было таким что он не будет просить свой хлеб у народа я нашел другое место 1 царств 12 где самуил говорит с народом вот царь ходит пред вами а я состарился и посидел и сыновья мои с вами я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня вот я свидетельствуйте на меня пред господом и пред помазанником его у кого взял я вала у кого взял осла кого обидел и кого притеснил у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои и они отвечали нет иными словами он никогда не жил по даяниям ни у кого не брал вала и ни у кого не брал денег я знаю мы должны давать поймите меня правильно мы должны давать я верю в это но я узнал кое-что о даянии от чака пирса и сегодня я уже начал делиться этим с дэвидом и мне наверное нужно было заранее подготовиться к этому но однажды я проповедовал у чака пирса 3000 людей находилась колизеи в северо-техасском колизеи я начал затрагивать хорошие темы и около 50 людей вскочила со своих стульев они сошли со стульев а сцена была на гимнастическом полу и вот они ходят там вокруг а я проповедую и мне интересно что там делают эти люди может я что-то не так сказал и они хотят побить меня зачем они спустились что они делают и вдруг с той стороны спускается еще двадцать человек и в результате где-то 75 человек стали подходить к сцене а я так и не могу понять что происходит и они положили туда деньги и позже чак говорит мне о я забыл сказать тебе как мы собираем пожертвования это что когда ты слышишь истину которая говорит к своей судьбе ты должен подойти и посеять в эту истину я кое-чему научился я верю что это принцип ты можешь извлекать оттуда куда ты посеял то есть если это была истина которая как я верю касалась моей судьбы и я посеял в нее то я могу верить о воздаянии например если эта церковь morningstar несет что-то как служение для вас и вы чувствуете что нуждаетесь в этом то когда мы сеем в нее то это дает нам право и открытую дверь верить богу что то что носят они может быть передано нам и я верю в это я верю что это принцип принцип царства но в любом случае я не специально это рассказал хорошо глаза видящие и уже слышащие это я и хотел сегодня попытаться сделать высвободить для вас то что мы несем как служение и больше всего я хочу чтобы господь помазал вас чтобы он помазал ваши глаза и уши чтобы они открылись и я так голоден и так сильно жду того чтобы это произошло сегодня я так хочу чтобы вы рассказали свои свидетельства о том что вы увидели какие-то вещи в духе что у вас были посещения и тому подобное что помогло вам лучше понять свою судьбу я верю богу об этом я верю что вы будете помазаны на видящие глаза и на слышащие уши что вы что-то увидите и начнете сиять что вы увидите что-то это что вы увидите расширит ваши возможности для бога я хочу чтобы это произошло сегодня я молюсь чтобы господь даровал вам это господь сделай это я прошу тебя пусть эти люди получат то что сеют господь даем это даем это то что они сеют пусть они пожнут в могучее имя иисуса пусть это случится благослови и господь пусть у них будут видящие глаза и слышащие уши и разумеющие сердце чтобы наше сердце было в согласии с небесами и наш дух душа и тело чтобы мы знали где мы находимся в истории и где мы в божьей экономики даруй нам это господь я прошу тебя даруй нам это прошу тебя глаза видящие уши слышащие господь я прошу чтобы сны и видения пришли сегодня к этим людям сверхъестественные сны цветные сны пророческие сны о будущем господь ты сказал что когда придет дух истины он покажет нам и расскажет нам будущее и мы верим в это господь это твое обетование это твое поколение это тот час господь я прошу чтобы сейчас в этом зале появились большие пророки которым ты будешь так близок что ни одно из их слов не останется неисполнившимся те кто смотрит нас по телевизору или по интернету я молюсь чтобы это помазание прошло сквозь экран и ваши глаза были помазаны на видение а уши на слышание а сердце на то чтобы разуметь сделай нас пророческим поколением сделай нас пророческими людьми чтобы мы могли понимать твои пути и твои мысли бог даруй нам это прошу тебя всем кто здесь сейчас господь дай нам это я прошу тебя я прошу господь и сейчас я даже чувствую на это помазание чтобы прямо сейчас в этот храм пришла небесная сфера откровений на небывалом доселе уровне чтобы каждое служение каждое служение я чувствую что это слово для вас друзья чтобы на каждом служении присутствовала мантия откровений на более высоком уровне чем раньше на более высоком уровне и что за людей даже не нужно будет молиться они сами будут получать откровения и их дар будет действовать сильнее чем когда-либо даруй нам это дай нам это помашь нас сегодня духом откровения господь даруй нам это прошу тебя во имя иисуса сделай это сделай это сделай это сделай это я прошу тебя если вас благословило это служение вы можете поучаствовать в нем своими пожертвованиями всю необходимую информацию вы можете получить написав нам по адресу maria 707 2000 собачка yahoo.com или сиокса собачка mail.ru господь да благословит вас